Привет, дорогие друзья! Сегодня в этом видео я покажу вам свой новый дом, уже без расфокуса. Покажу все комнаты, расскажу о том, снял или купил я его, я и взял деньги на него. Но перед тем, как смотреть новые видосы, я хочу обратиться к тем, кто вчера писал, я знаю, где ты живу, твои адресы и так дальше. Если вы узнали, хорошо, пусть таки будет, но зачем это писать, все равно я вас забаню. Все, кто будут писать подобные вещи, я просто баню с канала, вы никогда больше не увидите мой канал. А если вы хотите, чтобы все знали, где я живу и кричали мне под окном каждый день, как это было на моей квартире, то, ребята, я просто уеду сровно в Киев, если не в Киев, тогда в Россию. Если вы хотите так сильно, чтобы я уехал из вашего города, пожалуйста, делайте, как считаете нужным. Я не знаю, зачем вы это пишете, это вам никаких денег не принесет, не принесет вообще ничего. Зачем разглашать мой адрес? Много лет жил. Блин, вы просто не представляете, потому что вы там не жили, где я жил. Но я просто приехал сюда, чтобы отдохнуть, и вы сейчас хотите создать мне атмосферу, чтобы я не мог монтировать и отдыхать. Опять то же самое сделать. Надеюсь на понимание. Спасибо за то, что послушали. Приятного просмотра. Ребята, перед тем, как смотреть новое видео, мой новый дом, я хочу с вами поделиться, как я заработал деньги на этот новый дом. Давайте пройдем в дом, и я вам в деталях расскажу. Игра, в которой я зарабатываю, называется Golden Tee, а давайте посмотрим на экране, я вам расскажу в деталях, как я играю и зарабатываю. Играть в эту игру очень просто, нужно нажать начать игру, потом заходите в магазин, где можно купить кустик. Чем больше куст вы купите, тем больше вы будете зарабатывать. Когда купили куст, дальше заходите в игра, высаживаете свой куст. Смотрите, сколько у меня. У меня очень много кустов, и каждый из этих кустов приносит мне прибыль. Вот сейчас я могу собрать вот столько листиков с кустов. Вы высаживаете куст, он растет, и листики опадают, и вы получаете деньги. Вот я собираю много кустов, я даже не знаю, что за цифра, там больше 22 миллиона, по-моему. Эти листики потом можно продать. Вот я продал, и смотрите, у меня пока я продал это количество, у меня за несколько секунд уже 1200 листиков опять капнуло. То есть, постоянно капают деньги. Потом это золото вы можете обменять на реальные деньги. Для того, чтобы вывести деньги, вам нужно просто нажать на вывод и вывести удобным для вас способом. Это Kiwi, WebMoney, Visa. Я вывожу постоянно через WebMoney. Вот, ввожу свой номер кошелька. 12 тысяч рублей хочу снять сегодня. И деньги моментально приходят вам на счет. Пишет в течение 2 минут до 3 дней, но мне приходят сразу моментально в течение 10 секунд. Так, переходите по ссылке, играйте, и по промокоду Мишани каждый игрок получит 20 тысяч монет. Так что, погнали. Возвращаемся к видео, потому что уже оператор пришел. Вот, звонит мне. Кто тут у нас? Оператор мой. Почему мерцает? Кто там? Йоу. 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 Бои, заходи. Велкам в дом. Ребята, мы просили давно показать вам свой дом. И вот сейчас этот момент наступил. Я вам быстренько покажу, потому что у нас еще много дел. Это спальня. Это моя самая любимая комната, потому что смотрите, сколько здесь места. Здесь можно. Дайкать. Здесь кухня, барная стойка, полочки, все, что нужно. Здесь фрукты лежали вчера, еще 2 килограмма. Я, считай, с фруктами все съел сегодня. Это мое рабочее место. Это вообще комната, ну, обеденная. Как бы, это кухня, все, вот где плитка. Но здесь я работаю сейчас. Это мой инстаграм, подписывайтесь. У меня в этом большом доме нет стола, как оказывается. Я только что ездил покупать, и не нашел ни одного стола, который мне подходит. Нужно под заказ делать, потому что пока что ком стоит здесь, но потом он будет где-то наверху. Очень много места. Это моя любимая часть, потому что ты можешь упасть, перекатиться, там, на руках походить, короче. Так, еще раз. Блин, представляешь, гематома болит, хоть уже упал месяц назад. Окно какое, блин, ты можешь просто лечь и наблюдать за всем миром, за природой. Это то, чего мне не хватало для разрядки глаз. Как же ж круто. Окно под пол. Я мечтал об этом всегда. И вот здесь, посмотри, здесь тоже окно под пол. Это одна из первых наград, это по слалому, это гонки на великах 2007 год, ровно 11 лет назад. В городе ровно первое место. Блин, как сейчас помню этот день. 11 лет прошло, я только начал на велике кататься тогда. И уже выигрывал соревнования, которые у нас были все. 10-метровый дроп, бэкфлип хилл кликер, супермен, который в Москве мы снимали. Это тоже в Москве Ларс, германский фотограф, меня сфоткал, который фоткал для журнала НТБ. Это суисайд на самом большом стопдауне, где я потом бэкфлип сделал. Самый большой в России трамплин, кто не понимает. Это после травмы спины, когда я сломал спину, 3 года не катался. Это самый большой дроп, который прыгнул. Я пролетел 10 метров по вертикали и в длину 10, 10 на 10 метров пролетел. Это спойлер нового видео, которое до сих пор у меня руки не доходили, у меня не было просто времени. Видео, которое мы снимали в замку, я потратил на него, я почитал 16 тысяч гривен на съемку этого трехминутного видео. Это была моя мечта сделать какой-то такой специальный проект. Но только сейчас у меня появится время в доме новом и мотивация монтировать его. Потому что я монтировал блоги, не было времени. А сейчас я понял, что это все говно, я просто удаляю, я не буду монтировать. И буду монтировать очень крутое видео. И это тоже скоро выйдет, наконец-то. Извините за задержку. Это два журнала, в которых меня напечатали. Всемирно известные журналы фрирайда, в которых я мог помечтать напечататься когда-то. Я не думал, что это возможно. Но я наряду с самыми топовыми МТБшниками мира. Я сейчас покажу по-быстрому, где это. Все самые топовые райдеры в этих журналах. Тут Мишаня Огородник, кто еще не видел. Я вроде блог выкладывал, как обзор делаю. А, не, я не выкладывал. Я этот блог пропустил, потому что мы попросили. Этот журнал уже в том году я получил. Это я когда ездил, ой, поза том. Это тот, вот Мишаня Бандерони и Дима, это в России нас сфоткай. Я сделал тогда бэкфлип, самый первый, самого большого степдауна. Вот я здесь сделал, но меня не сфоткали, это Кирилл Бандерони. Потому что я перед ним сделал за день, но фотограф прилетел именно в тот день. И я уже не повторил, потому что дождь пошел. Да, я хотел повторить и мог, но пошел дождь, и меня нет. Но ничего, я не расстраиваюсь. Затай жил в таком крутом доме, у меня есть игрушки. Наконец-то у меня есть джип. У меня есть батарейки для джипа. Я помню, 4 года у меня не было денег для батареек. Теперь у меня есть батарейки, я могу поиграться. Таня подарила джип, и у меня не было денег на батарейки. Это капец. Есть вот такая штука, зачем я ее купил, не знаю. Это Колян Брутал, падла. Говорю, мне купить это говно. Но зато потренируюсь перед тем, как снимать на нормальный квадрокоптер. Я же говорил, что качество будет лучше, значит будет квадрокоптер. Это туалет. Отдельный туалет. Можно мечтать только в отдельном туалете, отдельном мануалнике, где сестра тебе не стукает в дверь, не убивает с ноги. Выходи, хватит нам уже срать, блин. Кстати, у меня не было зеркала, 15 лет в туалете и ванной комнате. Оно было, брат его почему-то снял, я не хотел вешать, потому что я знал, что брат опять его снимет. Есть душевая кабинка, если Колян Брутал зайдет в гости, будет грязный, как всегда, он сможет помыться, потому что у меня еще один душ наверху. Походу это туалет, я не знаю, что это такое, это походу туалет для Коляна Брутала, потому что он маленький. Это беде. Ну я же знаю, как хотела, типа. И туалет для Коляна Брутала. Стиральная машинка, это для воды и такая же. Здесь какая-то фигня. Это до меня было, я въехал и... Это коробка из-под печень, Марик, ну знаешь. Нет? Что, это коробка Стоп Конфет? Короче, это не наша, нужно позвонить Оле, которая здесь желаю отдать. Ладно, пошли. И еще одна favorite part of the house, это вот здесь можно положить вещи. И вот здесь вот, можно тоже положить вещи. У меня здесь Добль, Монополия, Икра. Вот смотри, покажи сколько наклеек. Жесть. Эти наклейки, жесть, ребята, бесплатно в подарок. В подарок каждой футболке по две наклейки. Кто покупает вот такую вот футболку, как у меня, в подарок две наклейки бесплатно. Так что быстро, жесть, офис, заказывайте. Дальше, есть еще место. Здесь талонки, медали мои. Смотрите, медали, которые я там выбрал на соревнованиях. Ну, короче, все, что у меня всегда было раскидано по комнате. И почему у меня был бардак, потому что не было места здесь. Смотри, это только место под лестницей, шлем, защита. А еще есть же и лестница, и там много комнат, куда все складывать. Короче, включаем свет, поднимаемся наверх. Еды у меня нет, потому что магазин находится в часу. Из-за отсюда стоит из Нотелла. Похавайте, сразу дальше побежали. Цветильники везде, на каждом этаже. Это очень радует. Потому что можно заниматься спортом, спортом. Итак, второй этаж у нас здесь. Еще одна банная кухня. У меня целые две баны кухни, об этом можно было помечтать. Еще одно зеркало. Два зеркала. Я могу теперь на себя смотреть. Мувальник, мокрая ванна, потому что я мылся. Я бы лёг показал. Я покажу в другой день. Вот ставлю кадр. У меня есть здесь ванна, в которой можно лечь. И выпрямить, б***ь, ноги. Че ты ржешь там? Тебе повезло в жизни. Ты родился в богатой семье. Я жил в такой ванне, где я должен был мыться вот так вот всю жизнь. Покажи мои ноги. Вот, смотри. Я мылся вот так вот, а здесь можно выпрямить ноги. Это очень круто потому, что у меня грыжа позвоночного диска. А те, у кого грыжа позвоночного диска, должны знать, что когда ты моешься, у тебя расслабляется мышца, горячая вода, например. И тебе хочется просто выпрямиться, чтобы оно хрустнуло и не болела спина. У меня такой возможности дома не было. Я мылся вот так вот. И не мог расслабиться. Почему главное не сделать вот так вот ещё сюда? Я не понимаю. Ну, а зато здесь большой плюс, потому что здесь есть окна. Я могу подглядывать за соседкой, если у меня есть красивая соседка там напротив, я смогу за ней подглядывать. Ну, или... Не, я так делать не буду. Я буду... Я приглашу её домой. Подглядывать нельзя, ребята. Это вообще некрасиво. У кого грыжа позвоночного диска, тот поймёт. Следующая комната. Это комната гардеробная, что очень круто, потому что, блин, у меня есть своя гардеробная. Гладильная доска, утюг, можно погладить вещи. И теперь я не буду помнить, я не гладил вещи никогда в своей жизни. Я послал картину, которой Таня подарила мои грамоты. За первое место в что-то, фрирайд, первое место за какое-то видео. Первое, что я захватил из своего дома, это Sega. Хоть я на ней не играл лет 20 уже, но я её люблю и захватил с собой сразу. Может, когда-нибудь поиграю. Один из самых моих любимых мультфильмов новых. И вот Таня нарисовала. Такая для меня старалась. Смотри, какой велик. У него рама впирается в колесо, не в стакан. Но я всё равно очень благодарен Тане за то, что она нарисовала. Мне очень приятно. Следующий. Когда я приезжал, я забирал с собой вещи. И я не забирал с собой вещи, потому что я ничего не взял. Потому что всё, что мне нужно, это жесть. Футболка жесть новенькая. Футболка жесть старенькая. На вешалках. Жесть. Три. Беленькая жесть. Вот здесь жесть. Короче, я с собой взял только всё новое. И жесть, вещи, и всё, больше ничего. Новая жизнь, новый дом, новые вещи. Старые вещи я не забирал. Только эти штаны, в которых я два года хожу. Кстати, нужно съездить купить, заменить. Следующая комната, это... Я не знаю, для чего она. Скорее всего, сюда я поставлю стол и буду тут монтировать. Здесь, кстати, очень пахнет свежей мебелью. Вид с окна красивый, на газон. Следующая комната, я не знаю, для кого она. Вот такая вот комната, розовенькая, красивая. Этот стульчик должен был стоять здесь. Я просто отжимался на нём. Здесь. И сюда. Стик спит уже два часа. Я не знаю, почему он в угол забился. У него своего места нет, кстати, нужно ему купить какой-нибудь лежак. Здесь тоже, кстати, очень красиво, потому что окно прям под пол. Это, блин, моя любимая часть, потому что можно наблюдать за всем абсолютно. Можешь лечь на пол и развлекаться. Диван есть, на котором тоже можно развлекаться, только не с кем. Дальше есть вот такая штука. Я не знаю, для кого она, потому что она очень неудобная. Так, так, может быть, кажется. Короче, не понимаю, для чего она, но если я лежу вот так вот, вот так вот, запрокидывая голову, мне сразу сопли льются в горло. Для новых подписчиков объясню за 20 секунд. Я прыгал 5-6-метровый дроп в склон на велике, но получилось так, что я перелетел, и получилось 9 метров на плоскость. Кто знает, что такое она плоскость, 9-ти метров, это очень больно, и у меня была кофта намотана, пуссер на руле, которая меня спасла от того, что нос мой не оказался в черепе, и я сижу перед вами живой. Но нос в щепке разлетелся, но я выжил, я рад. Это точно не для меня кресло, пошли дальше. Балкон, пошли. Стой, подожди. Я ж тут сниму, типа. Ну, а да, вот тут, кстати, можно что-то надеяться. В этой комнате есть кондиционер, внизу есть кондиционер, но здесь нет кондиционера, потому что здесь что есть? Балкон. Да, у меня есть собственный балкон, свои комнаты. Вид с окна не будем палить, да? Короче, покажем так чуть-чуть. Ну, в принципе, комнат очень много, это очень мотивирует убирать, чем-то заниматься, двигаться, и мне очень нравится то, что у меня много места, я, блин, могу просто здесь упасть на полу и вот так вот смотреть в окно. Вот здесь крутая часть есть. Комната, которая есть в этом доме, самая главная. Это каминная комната. Я тихо захожу, потому что здесь прям тихая, уютная атмосфера, царская такая. О, здесь можно посидеть, расслабиться, посмотреть на огонь. Потому что здесь, блин, есть камин. Грёбаный камин у меня дома. Об этом можно было помечтать. Здесь можно зимой поставить ёлку, греться у камина, распаковать подарки. Мечта! Чувствуешь запах, да, который здесь есть? Короче, мне это могло только, не знаю, снится в мечтах, в снах моих. Здесь такая штука, ещё руку просовываешь и её отрывает. Без руки такой, знаешь, настаёшь. Ищи монтажёра, который мне будет монтировать с спецэффектом, чтобы я высунул руку, не было полуруки. Потому что на это учиться у меня нет времени. Комната просто райская. И она здесь выходит с ещё одной райской комнаты. И моя самая любимая часть. Это двор. Иди так. Мой оператор сегодня привёз мне тапочки. Вообще, походу, в тапочках сегодня. Ну, это моё любимое место. На террасу я могу взять, так выйти вечером. Взять чипсы и поесть. Хотя я чипсы не ем, это вредно очень. Что я могу поесть, Валик? Овощи-гриль на гриле? Да, могу овощи-гриль. У меня есть собственный гриль. Вчера мы, кстати, ели с моим оператором гриль. Это лук остался ещё. Ну и что? Короче, всё очень круто. Здесь улица моя. Валик, я думаю, эти тапочки ты себе сам заберёшь. Потому что они спадают с моих навыков. Это то, о чём я мог мечтать. Я могу вынести сюда, блин, велик свой. Чинить велик. И пофиг, что у меня не замаживается ковёр. Не будет песка, как в квартире было. Короче, это очень круто, что у меня есть целый двор свой. И особенно вот этот газон. Это просто капец, раз. Почему я хотел в свой участок, но каждый хочет выйти в себя. Я вечером монтирую, дома сижу. И я не могу выйти во двор, потому что там алкаши. Я обязательно буду с кем-то биться. Здесь я могу в свой двор выйти без драки, посидеть и отдохнуть. Здесь достаточно много места, чтобы поставить бассейн, батут. Подписывайтесь на канал. И в следующих видео вы увидите бассейн, батут, всякие приколы разные, интересные. Ко мне придут друзья, будем веселиться, снимать очень крутые видосы. Ещё одна фейворит-парт этого места. Это голубь. Голубь это фейворит-парт от Томиас. Это самая особенная часть, потому что у меня здесь целых, блин, два голубя. И это мне не нравится, потому что нужно каждый день за ними убирать. Но я не могу прийти мимо животного, у которого сломанные крылья, которые... Сейчас я это покажу вам. Это Кирюша. Кирилл, покажи, блядь. Короче, у Кирилла здесь отросли уже перья. Смотри, начали расти. Это палочки, на которых и это, видишь, их не было. Это пары... Вот нет полкрыла. Вот с правой стороны здесь нет. И вот на этих палочках вырастет. У него новое крыло. Я его пущу на свободу пока что. Он здесь засирает, и мне нужно потом будет больше убирать. Но... И здесь этот, Роберто ещё. Роберто Страус. Они все такие... Голуби очень смешные. Они не из-за звука, не мяукают, не едят других животных. Блин, голубь это прекрасное существо, но у меня нет времени, у меня очень много планов. Но я молодой, и я хочу развиваться, и мне нужно много чего делать. И сейчас не время, чтобы ухаживать за детьми, животными. Поэтому сейчас не время заводить семью и животных. Но я не могу пройти мимо, как я сказал. Короче, Адам и Роберто в хорошие руки, ребята. Забирайте, пожалуйста. Я оплачу лечение. Кто знает, может операцию на крыло, где делают птицы. Я оплачу лечение, но чтобы он летел и улетел. Второй этаж. Там дрова. Дрова для гриля. Здесь я буду ставить велосипед. Будущий мотоцикл и машина. На машине я еще никогда в жизни не ездил. Блин, он упал. Смотрите следующее видео, как я буду учиться водить и куплю свою машину. Потому что я очень далеко живу, и мне нужно постоянно брать такси. Это не выгодно. Все. Когда платишь кучу денег за аренду, этого не должно быть. Но я пообещал хозяйке сам поубирать, я уберу. Ну, как бы для тебя. Мне нравится то, что я могу поубирать. Идем еще на передний. Мне очень нравится, что у меня есть свой участок. Я могу сам сесть, просто целый день уделить или два. И просто убирать. И не думать о монтаже, о компе. Просто убирать дома. Чистить это, как зелье называется на русском? Бурьян. Короче, чистить двор от бурьяна. И я люблю такую физическую работу. Не навешу за компом сидеть, поэтому для меня... Сорняк. Сорняк, да. Вот этот сорняк, это просто как облегчение и мечта. Да, я этим займусь. И скоро будет здесь очень чисто. Смотри, сколько здесь. Просто капец. Еще раз зайдем, еще раз все, я с самого сниму. Ребята, у меня дом моей мечты. Который стоит около 100 штук баксов, может, 150 тысяч баксов. Ну, здесь сигнализация есть, кондиционеры, все, о чем я мог и не мог мечтать. Но это не мой дом, я арендую его, потому что я могу... Я живу зарплату до зарплаты. Я из бедной семьи, нищий, из андеграунда такой рэпер. И, короче, у меня нет денег, чтобы купить такой дом. Но я зато сейчас, переехав в этот дом, уже каждый день я понимаю, что все, что я делал, я делал неправильно. Сейчас для того, чтобы оплачивать этот дом и делать свою жизнь лучше, чтобы я мог насобирать деньги на себе, на личный дом, я понял, что для этого мне нужно. Этот дом очень хорошо мотивирует, я могу расслабиться и пожить как нормальный человек. Все, кто смотрит мои видео, знают, с какой я жопот, кого в болото, они поймут. И поэтому я советую вам не слушать никого. Если вы будете прислушиваться только к себе, ну и близким, которые реально вас любят, у вас все получится, потому что мне всегда говорили, что у меня ничего не получится. И вот я живу в таком доме, который аренда стоит в месяц, как, блин, не буду говорить сколько, ну каждый месяц можно себе айфон восьмой какой-то покупать. Год снимаешь, 12 айфонов купил или там тачку, мотоцикл. Это моя мечта была, и именно я мог, что хочешь купить, взять деньги, или там машину, мотоцикл, но я решил снимать дом, потому что именно он мотивирует меня улучшить контент. И теперь с этого момента на канале будут только крутые видео, только качественные, только на эту камеру, никаких GoPro, никаких лишних моментов. Это все будет красиво, быстро, эффективно, мотивационно. И, блин, просто следите за каналом и посмотрите, как этот дом мотивирует меня снимать и делать видео лучше. Потому что я всегда хотел стать лучше, делать видео лучше, но мне мешала атмосфера, каждый день мне что-то мешало делать хорошее видео. И именно это отдаленное и спокойное место позволит мне снимать крутые видео. Надеюсь, вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, дальше будет много экстрима, экшена, и потому что я в новом доме, это мотивирует кататься, снимать новые видео, снимать какие-нибудь пранки, развлечения. Короче, все будет круто. Смотрите просто, ребята, следите за каналом. Я вас очень сильно люблю. Peace. Будьте лучшими и добивайте своих целей. Никого не слушайте. Если бы я кого-то слушал, у меня этого дома никогда бы не было. Я просто делаю так, как считаю нужным. И иду к своей мечте. Идите к своей мечте. До скорых встреч. Peace. Я в ветру вздул еще. Ё-моё, беги. Давай снимаешь? Бос, босой. Он походу на чужом участке. Дай пульт. Он там гудит еще. Бос. Бос, 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 бос